Несмотря на собственную смерть, он стал символом борьбы за жизнь. Винсан Ламбер скончался после 11 лет нахождения в коме. Попав в серьезную автоаварию в 2008 году, мужчина впал в хроническое вегетативное состояние. Врачи клиники Реймса приняли решение об отключении Винсана от аппаратуры еще в 2013 году. Но родители мужчины, два убежденных католика, продолжали бороться за право сына на жизнь. Они оспаривали решение врачей во французских и европейских инстанциях при поддержке адвокатов и нескольких ассоциаций, включая комитет «Я поддерживаю Винсана». Им даже удалось на время приостановить процесс, опираясь на решение комитета ООН по правам инвалидов. Против попыток родителей во что бы то ни стало сохранить мужчине жизнь выступала его жена и большинство остальных родственников. По их мнению, Винсан предпочел бы умереть, чем жить в подобном состоянии. Семейная трагедия разожгла споры во Франции за ее пределами. Должен ли обреченный пациент оставаться в живых или нужно дать ему умереть? Медицинские судебные решения следовали одно за другим в течение последних шести лет. 2 июля университетская больница Реймса в третий раз решила отключить мужчину от системы искусственного питания. Родители больше не стали подавать апелляции. Смерть Винсана неизбежна и нам остается лишь смириться, написали они в открытом письме СМИ.